Вчера вечером 9 часов. Чувствую вот эти, горелым тряпком. Всё, телевизор нюхаю, спальню понюхала. Ага, с той стороны. Это точно у него. Вычислить квартиру, где этой ночью был пожар, оказалось нетрудно. Раньше там уже случались возгорания. Хозяин доставлял жителям подъезда массу хлопот. Вёл аморальный образ жизни. В марте из этой квартиры выносили тело его сожительницы, послам соседей. Оно пролежало среди хлама несколько дней. Вчера беда произошла и с ним. Она умерла 7 марта. С червями вывезли. А он вот вчера натворил пожар, сделал там. А дверь, оказывается, железная была открыта. А тут дверь, он там лежал. Они не могли. Как пожарник приехали, как швыркнули. И его вытащили сюда. Судя по обгоревшим предметам мебели, можно сделать вывод, что очаг возгорания находился именно в той части комнаты. Однокомнатная квартира настолько захламлена, что здесь невозможно сделать шаг. Хозяин квартиры таскал мусор с помоек, питался оттуда же. Вещами завален не только зал, но и ванно, туалет, кухня, балкон. Там суд пахнет от них всегда. Они не мылись. Горячая вода у них закрыта. Газ закрыта. А как он пожар сделал, видно, курил. Курил, держал. Мама, дорогая, мама, дорогая. А ты как вообще выносить-то всё? Я вообще не знаю. Ужас. Как они тут жили-то? О случившемся сразу же сообщили бывшей жене погибшего. Проживает она в Альмитевске. Раньше навещала его часто. В последнее время экс-супруг перестал пускать её в дом. Говорит, хлам в квартире был всегда, но не так много. Мне соседи говорили, вот с соседкой я со второго этажа общаюсь. Она говорила, что он электрической плиткой пользуется. Я ещё тогда сказала, как бы он не сгорел вместе с этой плитой. В квартире выгорело 3 квадратных метра. По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём. Прибывшие медики констатировали смерть пенсионера. В этом году это уже третий погибший при пожаре. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР.